Доброе утро! Я присел сейчас на своего старого знакомого блогера, который все время кушает. Он ездит, правда, по всяким Таджикистанам, Узбекистанам, но аппетит нагоняет не слабый. Поэтому всем завтрак в постель. Приятного аппетита, кто кушает. Нет, два завтрака в постель. Два завтрака в постель. Угадайте, где мой. Это мне? А с чего начинать? Так и завтракать меня научишь. Раскормишь, потом будут жирные ходить. Это бычок, видишь, бычок. Вот это его носик, вот язык, ушки. Вот любительница, то бычка, то дурачка. Кручу педали, я педали кручу. Качу по свету, я по свету качу. Чуть-чуть не так, но слова вроде те. Кручу, 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 педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке. Навстречу радуге дуге. Так, короче, друзья, у меня смена образа. Как там? Узнаёте? Мой личный дизайнер не перестаёт ещё раз, ну ещё увидите не раз. Мой личный дизайнер не перестаёт экспериментировать на мне. В прошлый раз решила меня осветлить, кто внимательно это видел, в этот раз решила меня затемнить, но она как бы сказала, что вернёт мой естественный цвет, который был, а то я пугал её, что я постригусь, а напротив. Ну, кто не понял, личный дизайнер мой это Наташа. Теперь это как-то так получилось. Не знаю, я ещё честно нас на дневном цветцу не видел. Ещё утро, я сейчас еду в гараж за машиной, потом еду работать. Роже, продолжим разговор. Поэтому я посмотрю уже на видео, как оно там было, что-то цвет. В квартире сильно мне темно. Ух ты, ё-барсит этот песок. Сильно темно, и мне кажется, это вообще-то стало брюнет. Вообще-то я русый. Ну не блондин. Когда-то всё было блондином. Можно сказать, русый. Так что пишите, как вам новый образ. Сейчас ещё раз остановлюсь. Вот здесь. Рассмотрим. Блин, чтобы так было видно. Как-то встать вот так, что уже свет, солнце падало. Я не знаю, там что на голове, в смысле, в плане прически. Но там я в шапке. Цвет посмотрим. Давайте рассмотрим вместе. Кстати, не только волосы. Смотрим на брови. Уже она сделала со мной экспериментировала. Кто знает. Но она со мной как с этим. Как с игрушкой. Не с игрушкой, а как с ребёнком со своим. Я знаю, как какой-то девочке скук в куколке играть. Раз и всё. Даже и пикнуть не успел. Что в прошлый раз пришла уже с краской. Хиряк-хиряк бороду покрасила. Я же об этом сам говорю. А вы потом пишите. Я же ничего не скрываю и не стесняюсь. А некоторые пишут так, как будто они открытие сделали. Я сам всегда признаюсь. Вы просто пропускайте видео. А потом... Поэтому... И вот сегодня, кстати, сейчас в машину приеду. Будет разговор по поводу того, что вы невнимательны. Или специально придурились. Ну... Или пропускают. Или чего-то. Не знаю. Ладно. Встретимся в машине. Пусть... Пусть... Пусть дорога вдаль бежит. Грусть... Пусть на сердце не лежит. Мне... Всё на свете по плечу. И с песни этой... Качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Пусть... Так, друзья. Что меня сегодня возмутило? О чем я хочу поговорить? Возмутил один комментарий. Чем он меня задел? Что, во-первых... Написал я несколько раз. Крупными буквами. Чтоб же я не пропустил. Так человек хотел достучаться. Короче... Вы... Если не внимательно смотрите. Или вообще сюда, блин, случайно попали. Или раз в год заходите. То нафиг вы пишите. Про поводу работы. Типа, я не работаю. Я, блин... Вот вам специально показывают. Канал есть такой. Такси форевер. Сейчас, правда, я на него не снимаю. Потому что там у меня монетизацию отключили почему-то. Там за какие-то авторские права я уже не помню. Но это не важно. Это мои проблемы. Это очень вообще сложная херня с этим ютубом. Варьировать это. Все время крутиться с одного канала на другой. Что я хотел... Во-первых, я вас блокирую. За тупость. Не люблю я тупых. Даже не так. Слабоумных. Или каких. Ну, блин... Потом побуду вырезать. Потому что я сюда... Сейчас пока сосредоточусь. Я вообще не люблю неграмотных людей. Которые даже вот мне бывают сообщения пишут. Ну, вообще в жизни. Там, в фейсбуке где-то там. Или там, что-то написали. И с ошибками. Все. Для меня этот человек не серьезно я к нему отношусь. Если человек с ошибками пишет. Так же и здесь. Если вы тупите... То что с вами разговаривать? Зачем вы мне вообще тут нужна? Если вы меня ненавидите и хотите чем-то зацепить... А зацепить нечем. Но вы пишите, что я не работаю. Сижу у кого-то на шее. Что такое... Что значит на шее? Если вам... Во-первых... Я вам скажу так. Мы из-за вашего комментария. Мы сегодня с Наташей поссорились. Если вы... Вот это цель у вас. Сейчас остановились. Постою. Если цель у вас... У нас типа... Ну... Вам по приколу, чтобы мы разошлись там. То вы добиваетесь этого. Если вы серьезно так считаете. Что вы пишите. То вы полный слабоумный... То у вас полное слабоумие. Потому что писать человеку, который сидит в BMW X5. Писать, что он у кого-то на шее сидит. Это как-то... Бред полный. Значит, что я блокирую? Сейчас расскажу. По поводу блокировки. Блокирую я не из-за того, что меня сильно это цепляет. Или я ведусь. Во-первых, меня зацепило то, что там под этими комментариями еще много лайков люди. Ну, как много может? Когда я смотрел, там по пять, по десять, где как. Есть спасибо, конечно, людям большое, кто за меня заступился. Очень спасибо. Это вот нормальные как раз люди, которые понимают. А те, которые поставили лайк, вот поэтому я и блокирую... Не то, что я удаляю даже комментарии. Я блокирую таких людей сразу, раз и навсегда. Потому что вы являетесь лидерами мнений в этом обществе. И вот некоторые посмотрели, да, точнее прочитали, опа, лайкнули, точно. И у них, они как бы, вы им даете какую-то типа... Они уже тоже так же сам, они что-то ничего не наполовину знают, наполовину не знают. И думают, а, правда, сидеть на шее не работает. Вы вообще в своем уме. Вы меня видите. Я похож на человека, который у кого-то на шее сидит. А Наташа работает на восемь тысяч в месяц. Вы прикалываетесь вообще уже. Как можно у нее на шее сидеть? У нее еще сын, тем более. Ну, сын, правда, работает, но какая разница. Поэтому вот эти возмущения, что каким надо быть тупым, блин, такую херню писать. Я сейчас разошелся, видите. И вот я блокирую. Для того, чтобы вы не давали вот это вот... Ну, людям какие-то ложные обо мне. Чтобы люди не создавали обо мне мнение. Вы, точнее, помогаете людям обо мне мнение создавать. Ну, вы поняли, да? Потому что человек заходит, посмотрел ролик. Ну, посмотрел, посмотрел. А тут почитал комментарий. А, так он такой, оказывается. Вот и все, нехер. И еще прикол, знаете, я скажу правду. У меня заблокировано очень много людей. Человек 300, наверное. Ну, не знаю, может, меньше. Раньше просто было... Я как-то почитывал на других. Вот когда я был у нас совместный канал. Валан. Было реально там до 300 доходило. И у меня сейчас тоже до хрена. И, соответственно, за это ваш комментариев. Это же активные заблокированные, которые как раз писали комментарии. Поэтому и комментариев меньше. Вот, может, замечали у других блогеров намного больше комментариев, чем у меня. Потому что они не блокируют. Но зато там срач полный. У меня срача такого, как вы видите, нет. Потому что я не ради какого-то там достижения... Ну, если бы я хотел что-то там достичь на этом канале именно. Да, там какой-то сильной сумасшедшей популярности. Чтобы канал этот там взлетел, улетел куда-то в небеса. То я бы, конечно, ни одного не заблокировал человека. Ни одного. Я бы всех оставлял бы, срач прощал бы, обзывания и все. Потому что это тоже... Многие приходят на канал даже ради того, чтобы... Ну, я лично знаю таких людей просто. Это я не бросаю словами. Что... А зачем далеко ходить? Я вот скажу даже Наташа. Наташа, собственно, открывает видео какого-нибудь кого-то там... Ютубера. Блин, я не люблю это слово блогер, блин. А то каждый второй себя блогером обзывает. Два подписчика, он уже блогер. Ютубера. Наташа заходит смотреть ролик. И она сразу... Она ролик не смотрит. Она его слушает. Она его поднимает. Ну, в смысле... Начинает читать комментарии сразу, понимаете? И все. И она уже... У нее уже мнение сразу об этом человеке. Она уже... Ну, вот как-то так. Создается... Ну, так получается. Я не хочу, чтобы вы... Делали обо мне мнение. Я хочу, чтобы человек пришел без комментариев. Составил обо мне свою картину в голове. А не под вашим комментариями. Ну, почитал, чтобы понаписывали там. И решил, какой я есть. Вот, смотрите. Ну, вообще в идеале было бы вообще, чтобы комментария в небо. Ну, это тогда мне не интересно. Мне чуть-чуть интересно там какое-то общение. Какие-то правильные комментарии. Ну, когда человек пишет, я не работаю. Сижу у кого-то на шее. Там еще какой-то хернюк, блин. Зачитать бы. Могу зачитать, в принципе. Мне не сложно. Ну, вот что и следовало доказать. Этот комментарий ваш на первом месте. Ну, я набрал, нажал популярные. И этот комментарий на первом месте. Понятно, что шесть ответов. Кто-то за них заступается. Кому-то вы там отвечаете. И получается... Ну, бред. Это просто бред. Я возмущен. Ну, в общем, до свидания. Ривидерчи я заблокировал. Чтобы такую херню больше не писали. Мне честно, мне вот эта вся такая популярность не нужна. Я выезжать на комментариях не собираюсь. Я хочу выезжать на своих видео. На своем. Я просто... К чему, опять же, долго уже рассусоливаю. Многие блогеры выезжают именно на этом сраче. На том, что... На этих форумах. Это уже форум. Тот же сам Вэйл. Не будем далеко ходить. Он выехал на этих... На этих срачах. У него там заходишь. Под каждым видео... Под каждым видео тысячи комментариев. Понимаете? Это жизнь вообще нереально. Ни у кого. Там просто люди приходят. Пописать. Что-то пообзываться и так далее. Вот что ему тут... Мне очки мешают. Валера, когда... Когда уже будешь работать как нормальные люди? Как это? Как нормальные? Вот бля... Ну бесит меня. В смысле? Что я должен идти вам? Лес пилить? Что я должен... Как я должен... Как нормальные люди работают? Я миллион... Я уже сто раз говорил. Работать можно по-разному. Я, во-первых, таксую. Раз. Во-вторых, я работаю в интернете. Два. Все. Короче. Херня это полная. Вы заблокированы. И другим, чтобы не повадно было. Не вздумайте всякую хруню писать. Вот такой ролик получился по комментариям. Что еще? Всем спасибо за комментарии. Какие-то еще меня тут комментарии трогали. Сейчас я посмотрю. Опять же. Зацепило многих там... Завтрак. Ого! Завтрак в постель. Блин, друзья. А еще давайте я вам еще раз напомню. Это кино вы смотрите. Понимаете? И все, что вы видите, это... Может быть и правдой, а может быть и неправдой. Какой завтрак в постель? Вы видели тут завтрак? Вообще это может быть снято было в 7 часов вечера. Просто я... Я могу вам и завтрак придумать, и не завтрак. И любовь, и нелюбовь. И работаю или я не работаю. Я могу завтра вам работу, как вы просите устроить. Пойти показать, что я работаю. Херячу. Так же, как сейчас. Я вам говорю, что я в такси работаю. Но извините. Если бы я не работаю, я бы такой фигню не ездил бы. Понимаете? Вот. Видите? Какой будет нормальный человек ездить с... Блин, с такой пахучкой. Такси написано. Еще и на Х5. А у меня написано. Потому что, чтобы люди понимали, что они в такси сели. Вот такие... Вот такой вам ответ. А вы пишите завтрак в постель. Да завтрак, не завтрак. Ну, с одной стороны правильно... Блин. Прекусил язык. Печатай. Напишите. Для этого мы и снимаем. Завтра мы поссоримся. Послезавтра помиримся. После... Там через неделю мы пойдем расписываться. По-настоящему, не по-настоящему. Что у нас с Наташей происходит, вы тоже не знаете. Живем мы с ней, не живем. Вообще встречаемся. Может, у нас договорняк с ней какой-то. А может быть и правда. У нас любовь. А может, вообще вы никогда об этом не узнаете. Вот поймите. Я когда-то снимал уже видео. Такое называется. Читайте между строк. Вот. Продолжайте читать между строк. Я понимаю, что сейчас для многих это будет такой удар. Но мне это даже и в пользу. Опять же. Это опять мое желание. Я хочу поднять волну. Сейчас вы распишитесь опять. Активность поднимите на канале. Напишите. А, так вы обманщик. Не знаю. Может, обманщик. Может, нет. Вам решать. Но вы должны понимать, что блогеры все... Ну, не надо верить. Вы что думаете? Мы такие дураки. Ну, я все равно правду чуть-чуть скажу. Мы такие дураки, что мы все наружу вам будем выкладывать. Да? Вот прямо вот всю душу. Все. Мы же где-то должны что-то оставить и себе. А не полностью. Ну, не верьте вы полностью так. Все. Точка. Всем пока. Я всех люблю. Ха-ха-ха. Валера, нам ждало твое время. Че? Да не, ничего, я угораю.